Смотри это видео до конца, ставь лайк и пиши в комментарии. Хочешь ли продолжение? И увидеть это под микроскопом. Привет, я Дугмама Аня, а мои собаки Чухуасаки Эйвен очень скоро к нам присоединятся. Сегодня я хочу рассказать вам, какой подарок я купила себе на день рождения. Аня, у тебя же день рождения только 14 декабря. И что? Название-то вы уже и сами догадались, что это будет, да? Да, муравьиная ферма. А дело было так. Я, как обычно, бороздила просторы Ютуба и случайно увидела видео о муравьях, а точнее о том, какие они умные. Хочу. Сказала я. Эйвен, конечно же, учитывая его характер ботаника, в хорошем смысле слова, тоже сказал. Нам нужно срочно это купить. Мы нашли самый популярный магазин на эту тему и отправились туда. Анну, Ленет. И узнали там столько интересного о муравьях, что желание выросло еще больше. Сами муравьи питаются грибом и живут. Она соединяет их? Да, это их дорожка. Они есть только у вас и где-то еще. В зоопарке. Они в угол выносят, то есть внутри у них все чисто, как правило. То есть у них своя мусорка, реально. Да. По факту у них здесь столовая, где они питаются. Эти степные бегунки, эти у нас из Египта. Это Южная Америка, Африка. Ну, там тоже Израиль. И решил, что они не могут прокусить ему руку. Пока-пока. До свидания. Будем растить муравьем. Удачи вам. Вот он мой пакетик с муравьиной фермой и всем, что я купила. Вот здесь в пробирке сами муравьишки, а также микроскоп, чтобы наблюдать за муравьями. Визитка и инструкция. Она во всей своей красе муравьиная ферма. Вместимость для жнецов 1200-1400 муравьев. Армия. Шикарно. Я купила муравьев жнецов. Именно эти муравьишки собирают зерна с полей, потому и жнецы. Так как я новичок в муравьином деле, легкость в кормлении это одна из причин моего выбора. Семена это основная их пища. В этой пробирке набор из шести видов семян. В небольшой колонии этого количества хватит на 9-12 месяцев. Ну, просто очень экономичные питомцы. Но про питание давайте поговорим в другой раз. Своим ребятам я выбрала морские декорации. Две звездочки и срез ракушки мурок с индивией. Аня, какая ты умная. Ага. На самом деле я читаю текст, потому что это словосочетание я даже не запомню. А еще кварцевый светлый песочек. Аня, но эти муравьи не живут на пляже. Я просто хочу, чтобы жизнь проходила как на курорте. Ну, если нет, то пусть хотя бы они. И вообще муравьи любят рыть песок. Да, еще я купила светящиеся кристаллы. Сейчас это не видно, но когда будет темно... Пока немножко, может потом добавлю еще. Это пинцет. Чувствую себя хирургом. Эта штука просто необходима каждому муравьеду. Эээ, муравьеведу. Мур... Короче, большинство действий требует точности и аккуратности. Что-то нельзя взять пальцами. Например, остатки еды с арены. Или нужно достать случайно попавший мусор и так далее. Сейчас, пока муравьев у меня мало, они будут жить вот в этом отсеке, который отгорожен закрытой перегородкой. Иначе им будет слишком много места, и они могут устроить мусорку прямо в доме. Ну, а че? А потом, когда они расплодятся и их станет больше, я как раз поставлю вот эту перегородку с дырочкой, чтобы они могли переместиться дальше. А это пипетка для увлажнения. Теперь капнем им водички в специальный отсек. Видите, цвета различаются. И вот этот белый материал, это гипс, который отлично впитывает и распространяет влагу. То есть, имитирует естественные условия. А также на нем муравьи будут размачивать семена для еды. Мега умные ребята. Можно закрыть арену крышкой. Крышка, кстати, прилегает очень плотно. Муравьишки уж точно гарантированно никуда не сбегут. Но я хочу открытую арену, чтобы можно было их снимать и наблюдать за ними. Аня, а если они сбегут? Не сбегут. А вот тут мне придется уже выбирать, потому что нельзя наносить антипобег и закрывать крышку одновременно. И это закон. Пары антипобега в формикарии могут негативно отразиться на жизни усатиков. Вообще, антипобега это такая специальная смесь масел. Берем пару капелек на палец и наносим по периметру арены. Эта штука работает несколько месяцев, поэтому одной капсулы хватит точно надолго. В магазине, где мы были, все арены открыты, и никто никуда не убегает. Я же еще у них купила для своего айфона специальные линзы для макросъемки. Вот как выглядят семена на макросъемке айфона с этой линзой. А вот и сами наши муравьишки-жнецы. Так вот, жнецы отлично подходят для новичков. Они неприхотливы, миролюбивы и не требуют зимовки. Аня, ты же знаешь, как люди не любят длинные ролики. Ладно, вот как-то так происходило наше эпичное заселение фермы. Ба-бам! Пришлось потрудиться, чтобы все до единого вылезли из пробирки. Я ваша бабка, и я говорю вам, идите и ищите новый дом. Все в дом, мне и нажимняется. А я пошла посмотрю телевизор. Ой, какой телевизор? Я же муравей. А потом я вспомнила секрет, который нам подсказали. Нужно сделать фармикарий темнее, чем на арене. И тогда муравьи сами туда перейдут, потому что они любят сумрак. Дети сумрака. И это сработало. Они все перешли внутрь, перенесли туда своих белых детей и начали заносить семена. Так, мои муравьишки, ведите себя хорошо. Говорящая гора, говорящая гора, я ваш сосед, новый и владелец. Муравьи же умные. Я что-то не понял. Кажется, я не дочитал инструкцию. Эй, да ты просто огромный для них. И, 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 и я. Софи, последи за ними, я сейчас вернусь. Эй, сидите, тихо там. Хотя бы и так тихо сидите. Сколько вас там много, вас и не пересчитать. Или пересчитать. Тьфу ты, блин. А если вы хотите увидеть, как мы с Эйвоном и Софи снимаем наших муравьев под микроскопом, Ставьте лайк и пишите в комментариях. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. А еще смотри еще. Ролики смотри еще. Всякие смотри еще, 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 еще. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох.